У нас очередной прямой эфир. Подключаемся. Отлично. Дорогие друзья, здравствуйте. Всем привет. Традиционный прямой эфир. Один раз в две недели. 26 прямых эфиров, как мы договаривались, в 2018 году. Обычно у нас все прямые эфиры проходят в среду в 15.00, но так как у нас праздничные дни, поэтому в этот раз мы решили сделать прямой эфир в четверг. Сегодня рабочий день. Я думаю, это более удобно для всех. Приветствую, друзья. Сегодняшняя тема на прямом эфире «Как никогда не проигрывать». Я сейчас по традиции отключу возможность писать комментарии. Хорошо? Примерно 25 минут, ну максимум 30 будет сама тема. Я расскажу, то есть вводную информацию на эту тему. А в завершение уже дам ответы на вопросы. Ну на 3-5 вопросов отвечу по-любому. Хорошо? Договорились. Записи предыдущих прямых эфиров есть в телеграм-канале «Профессионал сетевого бизнеса» и есть на YouTube-канале «Эдуарда Васильева». То есть там есть специальный плейлист, он так и называется «Прямые эфиры». Итак, отключаю пока комменты. Еще раз всем здрасте. Меня зовут Эдуард Васильев. Я являюсь топовым лидером компании «Эрифлейм». Сотрудничаю с компанией «Эрифлейм» уже 17 лет, 18 год. Работаю вместе с моей супругой, с Натальей. Родом я из Чувашия. Сейчас живем в Москве. В данный момент я нахожусь в Чебоксарах. Вчера только у нас проходила бизнес-встреча с ключевой командой в Чебоксарах. 30 апреля у нас проходила бизнес-встреча в Нижнем Новгороде. Итак, друзья, сегодняшняя тема «Как никогда не проигрывать». Вот эта вот тема, наверное, одна из таких вот фундаментальных. Это не тема, которую, может быть, иногда можно измерить в каких-то количественных показателях, да, то есть, или дать прям жесткую технологию. Хотя здесь технология тоже есть, и я сегодня обязательно поделюсь этой технологией. Но вот наша практика с Натальей показывает, что именно большую часть времени, вот мы как наставники, очень часто затрачиваем на то, чтобы вселить уверенность, убежденность в человека. Чтобы убрать у него, вот, ну, как мы называем в простонародье, да, вот эти так называемые тараканы. Откуда они берутся, эти тараканы? Ну, само собой, это последствия воспитания, последствия того окружения, которое было на протяжении всей жизни, и того окружения, которое есть в данный момент сейчас. По поводу «Как никогда не проигрывать». Вы знаете, вот, когда я задаю этот вопрос, вот как ты считаешь, как никогда не проигрывать? Вообще, ну, первый вариант, да, вообще ничего не делать. Вообще ничего не делать. Быть никем, работать нигде, не ставить себе никаких целей, никогда не заявлять никаких амбициозных задач. То есть, тогда ты не будешь никогда проигрывать. Все. То есть, ты в серой массе, то есть, живешь, то есть, от дома до работы до магазина и обратно. Ну, это первый вариант, как никогда не проигрывать. Второй вариант, как никогда не проигрывать. Вот тут очень серьезный момент закрадывается, ребят. Смотрите. Что такое проигрыш? Вот что такое проигрыш? Вот это очень интересный момент, потому что очень часто вот это внутреннее состояние проигрыша у человека появляется, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-либо. Вот это вот самая паршивая штука, но идет от воспитания, я не психолог профессиональный, поэтому в этом очень много закапываться не буду, да, то есть, как никогда не проигрывать. Первый вариант, мы сказали, вообще ничего не делать, не ставить никаких амбициозных целей, быть никем, удалиться из всех социальных сетей, то есть, вообще быть никем, все, точка, это первый вариант. Второй вариант, как никогда не проигрывать, это соревноваться с самим собой. Вот это очень интересная тема, когда ты начинаешь соревноваться сам с собой. И вот тут, ребят, это не просто какая-то абстрактная штука, я соревнуюсь сам с собой, да, то есть, это когда ты определяешь для себя параметры, по которым ты будешь тренироваться. То есть, первый, например, параметр, да, то есть, например, тренироваться по физическим данным. Можно тренироваться, соревноваться с самим собой? Легко, ребят, да, это может быть весы в помощь тебе, да, либо мышечную массу, да, нарастить, либо так далее, так далее. Там выносливость, если ты бегал 5 километров, начать соревноваться там с самим собой, повышать, повышать и довести тренировку, например, до 10 километров и пробегать эти 10 километров за 1 час. Например, я сейчас говорю, да, это первый вариант. Следующий момент, в сетевом бизнесе, как соревноваться с самим собой? Вот тут тот же самый момент, да, то есть, ты сам себе ставишь установки. Если раньше ты там, например, за месяц рекрутировал сам лично 5 человек, ты себе повышаешь планку, 6 человек, 7 человек, ну, слишком до потолка не нужно доводить, до небесного, да, я называю, то есть, больше 20, там, 30 регистраций, может быть, не имеет смысла, даже личных, я имею в виду, делать в месяц, потому что, и даже эта цифра очень большая, скорее всего, не успеешь отрабатывать. Самое главное, еще раз повторюсь, придумать себе параметры, по которым ты будешь тренироваться. Вот эти параметры вам никто не даст как шаблон сверху, хорошо? У меня есть эти параметры, у нас, Наташа, есть параметры, мы их придумали сами себе, несколько параметров, по которым мы соревнуемся сами с собой. Следующий элемент по поводу, как никогда не проигрывать, ребят. Вот давайте вот, о чем мы сейчас обсудим с вами. Скажите, пожалуйста, вот представьте себе ситуацию. Приехали два человека с отпуска, и вы спрашиваете у них, ну, что, как дела, как отдохнул? Первого рассказывают, ну, как отдохнул? Да все нормально, отдохнул. Приехали, все нормально, встретили, солнце светило, да нормально все. Это первый рассказ. Второго спрашиваете, как дела? А он рассказывает, слушай, приехали, а нас не встретили. Представляешь, языка не знаем, как добраться не знаем. И тут он начинает рассказывать свою захватывающую историю. Да, может быть, даже приукрашает эту историю. Добрались, все нормально, отлично, блин, офигели от того, какой отель там, да, и так далее, и так далее. А потом, представляешь, взяли такую экскурсию, там, и он начинает рассказывать захватывающую историю. Вот скажите, какая история вам интереснее? Когда все нормально, или вот эта вот захватывающая история, когда не получалась, не получалась, не получалась, не получалась, а потом мы уже думали, все, никогда не получится. И решили вот тут еще поднажать, и получилось. Понимаете, в чем дело? Вот, я уверен, что каждый из вас, если я сейчас бы открыл комментарий, написал бы, что вторая история намного интереснее, она более захватывающая. Какие книги интереснее, да, читать? Где все нормально, или там, где сюжет развивается, когда, как американские горки иногда? Конечно же, то есть, где американские горки? Но в любом случае, герой не останавливается и доходит до победного результата. Как никогда не проигрывать, ребят. Это четко для себя знать свою цель. Вот это очень важный момент. Какая твоя цель? То есть, до какого результата ты по-любому не сдашься? Вот это очень важный момент. Когда ты сам себе устанавливаешь вот эту планку на карьерной лестнице компании Арифлейм, например, да, ты себе установил планку, и ты по-любому заявляешь себе, заявляешь всем вокруг, да, чтобы не отступить, что ты по-любому не сдашься. Будут моменты, когда у тебя будет не получаться? Конечно, будут такие моменты. Тебе даже будут говорить, но смотри, у тебя не получается. Что в этом случае делать? Я всегда говорю, да, пока не получается. Следующий момент. Но я не сдаюсь. Следующий момент. По поводу статистик. Как никогда не проигрывать? Ребят, прекратите спрашивать статистику у других людей. Прекратите это делать. Это, вот знаете, когда мне пишут, например, в личку. А какая у вас статистика, например? Я, ребят, очень не люблю этот вопрос, потому что я понимаю, что этот вопрос, он необдуманный, либо дилетантский. Объясню почему. Потому что, поймите, если ты начинаешь, например, работать новой методикой, у тебя сразу будет высокая статистика? Конечно же нет. Ты должен наработать свою статистику. Когда я вижу там рекламное объявление, да, то есть, или там такие, знаете, заманухи, воронки, да, пишут там. По нашей методике, из 10 вами приглашенных, 9 начинают сразу активно работать. Заманчиво звучит? Заманчиво, да. По факту оказывается ерунда полная. Поймите одну штуку, ребят. У тебя твоя статистика. Только твоя. И эта статистика, она может отличаться, ну, например, от времени года. Она может быть отличаться еще от чего-то. Я сам не люблю вести статистику. Объясню почему. Понимаете, в чем дело? Смысл сетевого бизнеса найти людей, которых не надо будет в спину толкать. Которые, про которых мы говорим, это наши единомышленники. Это люди с общими принципами, ценностями. Вот моя позиция следующая. Я считаю, что я готов 100 человек перебрать, чтобы найти одного толкового. Иногда бывает, может быть, нужно перебрать 10 человек, иногда 30 человек, иногда 50 человек. Но когда ты находишь вот этого толкового, грамотного, то есть такого же, с общими ценностями, принципами, как у тебя, ты понимаешь, что все предыдущие действия были не напрасны. Вот это очень важно. Как никогда не проигрывать, еще раз повторюсь, перестаньте цепляться за чужие статистики. Работайте над свою статистику. Как никогда не проигрывать. Перестать, перестать, еще раз говорю, сравнивать свою жизнь с чужой жизнью. Нужно строить свою жизнь. Вы можете прям записать это. Нужно не пытаться прожить чужую жизнь. Нужно начать строить свою жизнь, выстраивать свой бизнес. Не смотреть за тем, как у других бизнес развивается, а выстраивать свой бизнес, выстраивать свою модель, выстраивать свою систему бизнеса. Вот это такие вот, знаете, ключевые моменты. Теперь дальше. Разберем еще несколько важных моментов по поводу того, как никогда не проигрывать. Для того, чтобы никогда не проигрывать, нужно быть профессионалом. Мы это прекрасно понимаем. Профессионализм это не то, с чем мы рождаемся. Коли мы с вами в сетевом бизнесе, то логично поставить перед собой задачу стать профессионалом сетевого бизнеса. Все. Точка. Что такое профессионализм? Профессионализм это не просто красивые слова. Есть формула профессионализма. Это уверенность плюс компетентность. Профессионализм строится из двух вещей. Уверенность плюс компетентность. Давайте разберем две эти вещи. Вот как вы понимаете слово компетентность? Когда я задаю этот вопрос на большую аудиторию, я слышу такие фразы. Это знания, это умения и так далее, и так далее. И вот какую ошибку вижу у очень многих. Компетентными людьми почему-то называют людей с двумя-тремя высшими образованиями. Почему-то компетентными людей называют тех, у кого, например, какие-то есть регалии и так далее, и так далее. Вот, ребят, с компетентностью это не имеет ничего общего. Запомните, компетентность это составляющая трех вещей. Трех. Это знания плюс умения и плюс результативность. Скажите, пожалуйста, бывают специалисты, не профессионалы почему, специалисты, у них есть знания, умения, но они не результативные. Результативные. Можно ли его назвать компетентным? Ни в коем разе. Понятно, да, идея? Другой момент. Бывают специалисты, которые умеют, они результативные, но у них знания нет, они больше практики, объяснить это не могут. Можно их назвать компетентными? Тоже нельзя. Поэтому понимаете, в чем дело? Компетентность это составляющая трех факторов. Это знание, ты знаешь, да, то есть из чего строится успех или вот этот навык, это умение. Ты умеешь это делать и ты, у тебя есть результаты. Вот три вещи, которые делают нас компетентными. И вторая составляющая профессионализма это уверенность. Что такое уверенность? Вот как вы понимаете, что такое уверенность? Вот какое бы определение слова уверенности дали бы вы? Вот что такое уверенность? Вот самое лучшее определение, которое я знаю, звучит очень просто. Уверенность это отсутствие сомнения. Еще раз повторюсь, уверенность это отсутствие сомнений. А вот что такое сомнение? Сомнение – это чужое мнение. Сомнение – это чужое мнение. То есть, уверенность – это отсутствие чужих мнений. Ребята, по-любому чьи-то мнения на меня влияют. Поэтому только я, Эдуард Васильев, определяю, чьим мнением я позволяю влиять на себя. Вот это очень важно определить, кому вы позволяете влиять на себя. Кто эти люди? Я никогда не позволю человеку с улицы или человеку, которого я не знаю из интернет, повлиять на меня. Понятно, да, идея? Я не буду смотреть даже суперкрутые видео какие-то с большим количеством просмотров, если я знаю, что это видео не может позитивно на меня повлиять. Услышали идею? Поэтому я позволяю влиять конкретным людям. Например, я позволяю влиять на себя Владимиру Полежаеву. Томилией Владимиру Полежаевым я позволяю влиять на себя. Понимаете, да, в чем дело? Есть люди, кому я позволяю влиять на себя. Поэтому вам нужно четко для себя определить, то есть, кто это люди, кому вы позволяете влиять на себя. Еще раз повторюсь, уверенность – это отсутствие со-мнений. Со-мнение – это чужое мнение. Вот теперь давайте соберем вот это все воедино. Что такое профессионализм? Это уверенность, теперь вы понимаете, что это такое, плюс компетентность. Вот теперь скажите, пожалуйста, может ли профессионал когда-нибудь проиграть? У него может не получиться, он может промахнуться, но проиграть в итоге он никогда не проиграет. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому логично, логично стремиться стать профессионалом в сетевой индустрии. Выбрать для себя путь профессионального развития в сетевом бизнесе. И выбрав профессиональный путь, будь профессионалом. Понятно, да, идея? И мы говорили уже там, вот знаете, что мне единственное прискорблено, то, что некоторые думают, что сетевой бизнес – это обхаивать другие сетевые компании, пытаясь таким образом поднять себя, ничего общего с профессионализмом это не имеет. Это как, знаете, представьте себе в спорте, да? Как вы думаете, какое будет отношение к хоккеисту, который ушел из одной команды, перешел в другую и, перейдя в другую, начал обхаивать предыдущую? Как вы думаете, какое отношение у него вообще к нему будет в сообществе, в хоккейном сообществе? Или там футболист, да, был в одной команде, перешел в другую и, как только перешел в другую, он начал обхаивать предыдущую? Понимаете, да, в чем дело? То есть, поэтому среди профессионалов 100% никакого уважения к нему не будет. Вот это очень важно понимать. Дальше идем по поводу, как никогда не проигрывать. Вот давайте сейчас развернем вот эту тему. Что такое проигрыш, да, в конце концов? Если у вас будет возможность поговорить с людьми, добившимися, на самом деле, серьезных результатов в сетевом бизнесе, откровенно поговорить. Тет-а-тет, они вам могут рассказать кучу примеров, когда у них что-то не получалось, и вот это не получалось могло их, ну, любого какого-то другого человека могло остановить. Ну, например, да, сейчас я приведу конкретно несколько примеров. Однажды к одному богатому человеку подходит журналист и говорит, я бы хотел узнать секрет вашего успеха. Скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего успеха? Он говорит, у меня нет времени, поэтому коротко. Мой успех благодаря правильным действиям. Хорошо, говорит журналист, а как научиться делать правильные действия? Он говорит, это все благодаря опыту. А что такое опыт? Опыт. Опыт – это благодаря неправильным действиям. Запомните, друзья, если ты один раз сделал ошибку, проанализировал ее и исправил, это не ошибка, это опыт. Что можно назвать ошибкой? Ошибка – это когда ты планомерно, постоянно совершаешь, ну, наступаешь на одну и ту же граблю. Услышали? Сделал один раз ошибку, исправился, извлек урок, это опыт называется, это не ошибка. Но вот если ты на одну и ту же граблю наступаешь постоянно, то, ну, извините, друзья, да, то есть я всегда говорю, в этом мире, не только в сетевом бизнесе, никогда не преуспеют две категории людей – глупые и ленивые. То есть, поэтому нельзя быть глупым, извлекай урок, да, то есть исправь, и, ну, про лентяев я вообще не разговариваю. То есть, итак, несколько примеров в эту тему приведу. Ну, вот, например, да, то есть я как-то в Телеграме, по-моему, у себя на канале выкладывал эту историю по поводу поездки в Швецию в свое время, когда мы еще не были топовыми лидерами, мы организовывали поездку в Швецию. И тогда так получилось, что Нева Тур, турфирма, через кого мы организовывали, она обанкротилась за неделю до нашей поездки, а мы уже проплатили за группу 50 тысяч евро, представляете, да, мы не топовый лидер. 50 тысяч евро, ребят, для нас это была бешеная сумма, для нас, я говорю, для меня и для моей супруги Натальи, мы в шоке были, в капитальном шоке. Что делать? Звонить каждому участнику, отменять поездку, объяснять, извиняться. Деньги, все, они невозвращаемы, там долго объяснять это все. Что мы тогда сделали? Мы взяли кредит на 50 тысяч евро, и мы купили новую путевку групповую на 100 участников. Понимаете, в чем дело? Я помню, когда в другой турфирме мы договаривались, ну, представьте, второй раз понести 50 тысяч евро, да, то есть был, ну, жим-жим, страх, да, не дай бог опять что-то произойдет. И вот почему, все нормально съездили, все отлично, все здорово. Почему я сейчас привожу эту историю? Это не значит, что вот мы так съездили, да, вот так у нас получилось, и все, мы для себя извлекли урок, все, больше никуда ничего не организовываем, не едем, нафиг это нужно. Какой мы урок из той ситуации извлекли? Мы извлекли главный урок для себя. Это ситуация для того, чтобы мы начали в месяц зарабатывать 50 тысяч евро. Вот это мы, мы приняли такое решение. Вот мы с Наташей приняли решение. Значит, эта ситуация сигнал нам начать зарабатывать в месяц 50 тысяч евро. Тогда, еще раз повторюсь, мы не были топовыми лидерами. Вот такое, было ли нам хреново? Ребят, на себя спроецируйте 50 тысяч евро долго. Было не просто хреново, это эмоционально очень сложно было принять, понимаете, да, в чем дело. И вот благодаря той ситуации мы окрепли, внутренне окрепли. И после этого сделали несколько еще поездок в Швецию. Сейчас, кстати, организовываем поездку в Швецию. Если есть желающие ехать с нами, так что пишите в Директ. Еще есть несколько мест для поездки в Швецию. Другой пример, например, да. То есть, была ситуация, когда мы, например, закрыли звание Сапфирового директора. Четыре директорские структуры. Мы вдохновлены, все супер, понятно, да, идея. И совершили несколько, то есть, непростительных действий. Для нас, как лидера, в тот момент непростительных действий. Сейчас, если вы спросите, каких, сейчас у вас не будет таких, потому что сейчас онлайн, оффлайн, ты таких ошибок не сделаешь уже. Тогда был чисто оффлайн. И у нас из четырех групп осталось ноль групп. Что нужно было делать? Искать виноватых, озлобиться и так далее? Нет, ребят. Мы тогда, ну, эмоционально было тяжело. Мы сели, проанализировали, поняли, где мы совершили ошибки, наши ошибки. И, помните, не пичевать себе, не самокопанием заниматься. И мы поставили себе задачу не восстановить четыре группы, а вырастить шесть новых. И за шесть месяцев вырастили шесть групп. Три восстановили из тех, которые, ну, там, подвалились немножко. Одна вообще не восстановилась. И подняли три новые. Почему я сейчас привожу вам эти примеры? Ребят, понимаете, в чем дело? Как никогда не проигрывать. Не позволять себе какую-то ситуацию, из какой-то ситуации делать фатальную ошибку. Еще раз повторюсь. Не позволяйте себе из какой-то ситуации делать фатальную ошибку. Да, это произошло, нужно принять. Но я двигаюсь дальше. У меня есть цель. Я не остановлюсь. Зато задумайтесь, ребят, сколько у меня интересных есть материалов для своей будущей книги, например. Сколько я могу интересного написать в этой книге? Представьте, два варианта книги. Вариант номер один. Как вы там стали топовым лидером сетевой индустрии. Как, как. Все нормально. Приглашали людей, нам никто не отказывал. Все шли за нами. Никаких трудностей у нас не было. Интересна будет книга, как вы считаете? Будут ее покупать? Да фиг ты там, кому она нафиг интересна? Либо другая книга, где мы будем описывать, как мы начали в маленьком поселке. Как в этом поселке, да, с населением, несколько тысяч человек. Через год уже было 400 партнеров нашей команды. Как в нашем подъезде в пятиэтажном доме. Через полтора года примерно уже было 4 директора помимо нас. Какая история интереснее, скажите? Где будет каждая глава, какая-то интересная? Где будет описано наши какие-то ошибки сделанные? Какие мы извлекли уроки? И может быть, вот описание этой главы, да, предостережет кого-то. Либо кому-то будет хорошим примером, что как не нужно делать. Понимаете? Вот это называется, как никогда не проигрывать. Не позволять себе ни из одной ситуации делать вот фатал, да. То есть, чтобы не было вот этого. Ребята, не позволяйте себе. Все, значит, мне не дано. Значит, это такая вот у меня судьба и так далее, так далее. Перестаньте вот этим заниматься. Есть цель. Да, произошла эта ситуация. Извлекаем урок. Проанализировали. Все. Впредь я так больше не буду поступать. Делаю по-другому. Все. Если нужно где-то перед кем-то, извинились. Если нужно где-то, да, то есть, извините себя. Попросите извинения там у команды, у наставников, у коллег, еще у кого-то. Все. Отпустите все. И не тащите с собой вперед ни обиды, ни злобу, ни зависть. Никакие вот эти вот, знаете, ненужные эмоции, которые, ну, сто процентов не делают нас сильными. Это однозначно. Итак. Следующий момент. Следующий момент. Какая есть засада. Обращали внимание. Вот у меня, например, да, вот раньше была выработана вот такая технология. Уверенность. Вернее, если есть успех, у меня есть уверенность. Если у меня нет успеха, у меня нет уверенности. Вот, ну, я был так воспитан. И большинство я уверен, в обществе у нас так воспитаны. Если есть успех, я уверен. Я молодец. Если у меня нет успеха, я не уверен. Если, смотрите, у меня большой успех, у меня большая уверенность, большой энтузиазм. Если у меня большой неуспех, то у меня большая неуверенность и большая, извините меня, Ж. Скажите, пожалуйста, а уверенность, она когда нужнее? Когда у тебя успех или когда у тебя неуспех? Вот когда я задаю этот вопрос, мне все говорят, уверенность нужна, когда неуспех. Ребят, ломайте вот эту закономерность. К чему я говорю этот момент? Вот смотрите, я очень часто вижу людей, которые, когда у них успех, они там визжат, кричат от счастья. А когда у них не успех, они начинают плакать, мужики бухать начинают. Вот знаете, к чему меня отец в будущем, когда я уже начал подрастать, начал переучивать? Он мне сказал, Эдуард, запомни, никогда не смей выпивать, если будешь выпивать, когда у тебя что-то идет не так. Ты можешь себя вознаграждать чем-то только в одном случае, если у тебя какой-то успех. Понятно, да, идея? Но никогда не позволяй вниманию завладеть тобою, когда у тебя неудача. Ребят, обращали внимание, да, если вы посмотрите внимание на фильмы, вы знаете, что меня бесит в наших фильмах? Там показывают выпивон, когда человек начинает выпивать, когда ему плохо, или еще что-то. Я вообще против выпивки, я не пью уже, слава богу, давно. Я к тому, что разрывайте вот эту, если вы себя сейчас в этом увидели, успех, я уверен, не успех, я не уверен. Вот разрывайте вот этот шаблон, ловите себя на мысли, да, то есть, когда не успех, что нужно делать? Ребят, сейчас дам конкретную рекомендацию. Когда у тебя что-то идет не так, срочно пропиши себе 10-15 задач, которые нужно сделать в течение сегодняшнего дня. Тебе нужно сразу переводить себя в конкретные действия. Запрети себе лазить по интернету, когда у тебя что-то не так. Понятно, да, идея? Запрети себе смотреть, что у других в этот момент. Если что-то идет не так, пропиши себе 10-15 задач на один день и выполни эти 10-15 задач. Ты должен переводить себя, вот энергию эту в действие. То есть, вот это одна из рекомендаций. Есть куча, конечно, рекомендаций, но толку я их буду накидывать, если вы не выполните даже хотя бы вот эту рекомендацию. Итак, как завершение, друзья, как завершение? Как никогда не проигрывать? Соревнуйтесь сами с собой. Придумайте свое соревнование с конкретными критериями по рекрутингу, с конкретными критериями по запуску регионов, по запуску команд. Придумайте соревнования по физическим данным собственным. Понятно, да, идея? Придумайте себе соревнования по квадратным метрам, на которые вы живете сейчас и где вы хотите жить в последующем. И вот в завершение хочу сейчас к мужчинам обращение сделать. В свое время я услышал это. Это не моя придумка. Я услышал от одного очень успешного человека эту мысль. И меня она очень сильно зацепила. Этот успешный человек сказал следующее. Задумайтесь, говорит, уважаемые мужчины. Я вижу очень часто, что самое красивое платье у многих мужчин, у женщин многих мужчин, у жен многих мужчин было на свадьбу. Вот поставьте перед собой задачу, чтобы из года в год вы могли позволять своей любимой женщине покупать платье лучше, чем в прошлые годы. Чтобы был повод вашей любимой женщине ходить на мероприятия вот в лучшем платье и на лучшие мероприятия, чем в прошлые годы. Тогда ваша любовь будет крепче, ярче, ваша жизнь будет интереснее. И слава богу, я это услышал очень-очень много лет назад. И вот эта идея меня очень сильно зацепила. Идея того, чтобы Наталья Васильева, моя супруга, могла позволить себе покупать все лучшие и лучшие платья из года в год. И у нее был повод одевать эти платья на все лучшие и лучшие события в нашей жизни. Вот я того же самого желаю абсолютно всем семьям. Я верю, что чем больше будет семей, семейных пар в сетевом бизнесе, тем крепче будет наша страна. Я в это очень сильно верю. Я верю, что чем больше будет успешных мужчин, тем больше будет счастливых семей. Поэтому вот мы сейчас запустили мужскую программу. Поэтому мы будем ежегодно проводить мужские бизнес-форумы. Следующий бизнес-форум, например, состоится 9 февраля 2019 года уже в Москве. Так что имейте в виду. Итак, я готов ответить на несколько вопросов. Сейчас открыл чат для комментариев. Я попрошу каждого из вас, кто сегодня был на этом прямом эфире в последнем посту у меня. Там посмотрите в инстаграме, в комментарии. Дайте обратную связь, чем полезен вам был этот прямой эфир. Если остались какие-то вопросы, вы можете написать их в чате. Еще раз повторюсь, записи предыдущих прямых эфиров есть в телеграме в канале «Профессионал сетевого бизнеса». И есть на YouTube-канале «Эдуард Васильев». Плейлист специально есть. Бывают ли у вас ленивые дни? Что такое ленивые дни? Вы знаете, я сейчас объясню по поводу лени. Лень есть глупая, есть лень умная. В чем разница? Я против глупой лени. Что такое умная лень, я называю? Я вообще слово лень не люблю. Само слово лень, понимаете? Оно негативно окрас имеет в нашей культуре все-таки. Например, переключаться. То есть я переключаюсь, само собой. Есть дни, когда мы полностью переключаемся. Например, у нас день семьи с Натальей. Мы можем пойти вечером в театр. Днем мы можем погулять где-то. Или еще что-то сделать. Так что, если вы это имеете в виду. Но я очень не люблю слово лень. Очень не люблю. Потому что в нашей культуре, еще раз повторюсь, слово лень, оно имеет неправильную смысловую нагрузку. Я очень уважаю людей, которые ставят себе постоянно новые цели, новые вызовы. И что самое главное, мне нравится в сетевом бизнесе, здесь ты не можешь достичь для себя выдающихся результатов, не повлияв позитивно на жизнь многих-многих людей вокруг себя. Поэтому здесь успех, твой успех строится только на успехе других людей, которые пришли за тобой в команду. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Спасибо. Что вы делали, когда достигали своей цели? У нас был один момент, это звание бриллиантового директора, когда мы достигли, и у нас не было другой большой планки. То есть, вот это была засада, мы попали немножко тогда в яму, и какое-то время мы для себя формулировали новые, не то что цели даже, да, то есть новые вызовы, новые задачи. Поэтому сейчас, например, мы не достигнув одной какой-то большой цели, мы уже намечаем себе другую. Ну и вообще у нас уже много лет есть культура. Каждый Новый год мы начинаем с прописывания 100 задач на Новый год. Это мы уже делаем, ну, много лет я уже сбился со счета, сколько лет. То есть, я рекомендую это делать всем. То есть, на каждый год прописать себе порядка 100 целей и задач на год. На день ставятся задачи, то есть, конкретные по рекрутингу есть задачи, по работе с новыми партнерами, обучение. В течение дня у меня каждый день тренировки, спорт в том числе, входят в ежедневные задачи. Ну, вот основные такие вот задачи. Есть видео, как не заниматься самобичеванием? Нет видео такого, как я, по крайней мере, не знаю такого. Все зависит от окружения. Значит, в культуре вашего окружения есть понятие жалость. То есть, ребят, запомните, я далеко убегаю от людей, которые начинают пытаться меня жалеть. Почему? Потому что я знаю, что люди, которые жалеют других, они это делают в надежде, что в будущем их пожалеют. Поэтому бегите от этих людей как можно дальше и не позволяйте себе жалеть других. Все люди сильные. Проблема с сопровождением, что менять в мышлении. Много новичков, мало партнеров и то уходит. Но это тема сопровождения, наверное, это больше не к этой теме. Да, все правильно. Фикс Дамс, вот это самая правильная установка. Какая книга изменила ваше мышление, после которой вы стали идти дальше? Тут нет такого, хороший вопрос. Тут нет такого, что какая-то одна книга. Книги, ну, Дональда Трампа, например, все книги этого автора меня очень сильно впечатлили. Книга Бода Шеффера «Закона победителей» меня очень сильно, то есть, ну, в свое время сильно мне помогла. Все книги Джона Каллинча однозначно. Книги Джима Рона, автор Джим Рон. Абсолютно все, которые, ну, на меня повлияли. Как мотивировать партнеров? Хороший вопрос по поводу мотивации партнеров. Вы знаете, вдохновлять, наверное, нужно больше. Вдохновлять своим примером. Быть самому всегда на волне. Понимаете, да, в чем дело? Вот когда два человека встречаются, ну, например, вот это вы на высокой, да, уровне мотивации. И вот другой человек, он на низком уровне мотивации. Какие они уйдут после встречи? Я вам могу ответить, какими. Вот кто внутренней убежденностью, у кого сильнее, такими уйдут. Либо он вас тянет на свой уровень, либо вы его чуть-чуть подтянете на свой уровень. Понятная идея? Главное, чтобы ваш уровень был не игра в мотивированного, а чтобы вы были мотивированы. Я по этому поводу всегда говорю, вы есть такой или вы кажетесь таким? Это разные вещи. Как привлекать именно таких же сильных, идущих к победе людей, как вы прикидываете подобных к вам? Я не знаю, как я протягиваю. Мне кажется, это происходит интуитивно, это происходит на каком-то информационном, энергетическом уровне. У меня в команде очень много людей, нам вообще очень сильно везет на людей, серьезно везет на людей, потому что в нашей команде намного сильнее, с большим потенциалом люди. Потому что когда я вижу, например, ребят 20-летних, которые имеют амбиции бриллиантовые, исполнительные, я себя вспоминаю в 20 лет, но я не был таким, какие они есть сейчас. Поэтому меня это очень восхищает. Когда я вижу людей, у которых трое детей, четверо, пятеро, шестеро детей у нас есть в команде, меня эти люди очень сильно впечатляют. Как раскачать амбиции? Их не нужно успокаивать. Это процесс, который должен быть постоянно. На наши амбиции, на нашу мотивацию, на все влияет наше окружение. Окружение – это люди, что мы смотрим. Вот все, что окружает нас, влияет на нас, даже если мы не хотим согласиться с этим. Я по поводу религиозного не знаю, как можно пригласить. Да, по поводу Швеции вопросы, да, то есть несколько. Да, по поводу Швеции можно с разных структур компании Reflame, поэтому кому интересна поездка в Швецию, пишите в директ, я вам пришлю информацию. Там просто нужно поторопиться, то есть у нас несколько мест осталось. Пишите в директ, я дам информацию по поводу Швеции. Так, в дни, когда нет внутренней энергии, как заставить себя действовать? Бывают такие дни, ребят, тут не то, что надо заставить себя. Еще раз повторюсь, ну, смотрите, вы спланировали день, да, то есть получается, но вы же выполняете этот день. Ну, давайте так, вы не думаете, что я 7 дней в неделю, 24 часа в сутках сплю в деловом костюме? Понятная идея, потому что у меня ощущение, что некоторые думают, что Эдуард Васильев спит в костюме презентатора или там спит в костюме Бэтмена. Ребят, ну, поняли, да, сейчас мой юмор, о чем я говорю? То есть есть режим труда и отдыха в любом случае, то есть, но если у меня на сегодня прописаны вот эти задачи, то я их буду выполнять. Тут, как сказать, тут, скорее всего, наверное, вы имели в виду, если у вас нет культуры планирования своего времени, вот это, да, вот это засада. То есть утром проснулся, так, что же делать, где взять мотивацию на работу и так далее. Вот это фигово, ребят. Да, все верно. Компетентность – это умение, вернее, знание, умение и результативность. Книги я посоветовал. По поводу приглашения – это отдельная тема. По поводу целей, сколько должно быть, тоже написал. Ну что, дорогие друзья, вопросов очень много. Еще раз. Начните делать хотя бы 2-3 пункта, из которых вы услышали, хорошо? Вот очень часто я встречаю такую ситуацию. Скажите, у кого-нибудь из вас бывало такое, вот много чего знаю, только не знаю, что делать надо. Знаете, это от чего? Пытайтесь себя нагрузить слишком большим количеством информации в надежде, что информация поможет тебе преуспеть. Действия меняют. Действия. Поэтому вот после сегодняшнего эфира возьмите для себя 1-2 пункта, максимум 3, что вы привнесете в свою жизнь и начните это делать. Уловили, да, идею? Начните просто это делать. 1-2, максимум 3 пункта. Больше я не рекомендую. Так что вот таким вот образом. Ну что, друзья, я желаю всем нам успехов. Всем, кому интересно по Швеции, пишите в Директ. Каждую среду, один раз в две недели, прямые эфиры с разными темами. Записи предыдущих прямых эфиров на канале Телеграм профессионал сетевого бизнеса и на канале Ютуб в плейлисте. Я желаю всем нам делать свою работу профессионально на том месте, где мы находимся. И запомните, про сетевую индустрию, про имидж сетевой индустрии. Люди начинают думать про индустрию сетевого бизнеса на основе твоего примера. Каждый из нас создает имидж сетевого бизнеса там, где мы работаем. Поэтому я предлагаю каждому из нас делать свою работу профессионально. С уважением к вам, Эдуард Васильев. Всем отличного дня. Пока-пока.